Еврозона Произошло Вот что-то что Может быть газ там взорвался Ну мало ли там искра какая-то была Может какие-то новые медузы появились Которые искрятся А там была утечка и оно рвануло Может быть трясение было первично Надо расследование устраивать Хотя все понимают что такой толчок одноразовый Что это взрыв И дальше политики начинают там разговаривать О саботаже который произошел Слово диверсия Слово терроризм боятся взять свои уста И берут только в одном контексте Когда начинают рассуждать на тему Что это мол русские сами сделали Русские сами сделали Тем самым окончательно показали Свой нрав Свою террористическую сущность И только в контексте России Произносили слово теракт Во всех остальных так знаете эфемизмами Пользовались то у них там саботаж То еще что-то В общем придумали Определенный подход к этому делу И решили что в этом определенном подходе Нужно создать совместную группу расследования Совместная группа расследования Ну давайте тоже логично Русским нужно знать что там произошло Конечно Россия должна тоже участвовать в этой группе Тишина Молчок Но где-то логично Давайте так Они же все-таки Являются участниками гибридной войны Россия для них недруг Столько сил потратили в СМИ И вот Россию как-то изолируют Ну тогда должна быть группа следователей Швеции, Дании и Германии И анонсируется Что такая группа будет создана Значит по опыту говорю Что в группу входят криминалисты В группу входят спецслужбы То есть разведка И в группу входят Если это нужно военные Ну военные например должны Помочь добраться следователям Криминалистам До места преступления И вот Швеция, Дания и Германия Говорят И это на всех уровнях Твердили Что будет объединенная Совместная Создана оперативная группа По расследованию ЧП На северных потоках И все Все ждут Что же там будет происходить Кто же несет ответственность Это же всех интересует Я бы сказал всю планету И тут вдруг В правительственных кругах Раз пошел шепоток такой Знаете Странный шепот Не будет никакой Совместной группы Не будет Нету Союзнички И Дания И Швеция И Германия Не договорились Они не договорились о чем Они не договорились О полномочиях в этой группе Или как Или они не договорились Какой корабль Привезет криминалистов Чтобы они спустились на дно И посмотрели Что там происходит Или они не договорились О пресс-конференциях И сливах Которые они могут давать И в этом отношении Ну вопросов больше Как всегда чем ответов Но я говорю точно Что оказывается Швеция Она первая сказала Потом уже Дания сказала Выразили обеспокоенность По поводу секретности Вначале они ее только выразили По поводу секретности И вдруг Швеция засекретила Все свои данные Которые получила В ходе расследования Так стоп 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 Возвращаемся Я не понял То есть Когда намерение было Чтобы все вместе Расследовали Для меня аналогично Потому что Преступление Произошло Непоследственно Юрисдикции Этих стран Россия В данном случае Имеет Ну даже Вот с точки зрения Юрисдикции Относительной Вот присутствия И возможно Там присутствовать И опять же С точки зрения Нанесения Ущерба Юридическому лицу Которое может быть Российское Или совместное То есть Все это Знаете Можно урегулировать Точно так же Как по Боингу Были созданы Там Псевдо Интернациональные Следственные Группы Вот здесь Вот почему Швеция вдруг Засекретила Кто На Швецию Надавил Что она Засекретила Что она От союзников Прячет Свою информацию Соответственно Потом Дания Очень странно И немцы Понятное дело Теперь Сами с усами Должны Сами расследовать Притом Они друг с другом Не делятся информацией То есть Нет Это Международный терроризм Непосредственно Удар Наносится По Германии В первую очередь По инфраструктуре И от Германии Союзнички Вот эти Западные Которые Так нас Не любят Все вместе Дружно Это то Что их объединяет Друза Секречивают Все эти данные Очень интересно Германия Решила Что она Делает Сама Своё расследование Военный корабль Берёт криминалистов Прибывает Место координаты Чётко известно Где всё это происходило При том Что газ Уже больше Там Не выделяется И Берут Водолазов С собой И получается Что водолазы Абсолютно Там Не нужны Толку От этих Водолазов Ноль Такое ощущение Что они раньше Не знали Что Водолазы Не понадобятся Значит Потому что Водолазы Должны погрузиться На глубину 70 метров Такого снаряжения У немцев Не оказалось Может быть Появится Потом Но опять же С точки зрения Визуального наблюдения Визуальной фиксации При современных Видеокамерах При современных Ботах Роботах Я даже не знаю Зачем человеку Погружаться На 70 метров Ну может быть Своё впечатление Надо создать Тем не менее Водолазы взяли Они не погружались Дальше Уже Чётко Знаете Следовательским языком Говорится Размер утечки Можно объяснить Только взрывом Потрясающе Не прошло Главное И года Как они Это поняли Да Но дело не в этом А дело в том Что В распоряжении Есть фотографии Именно с подводного Беспилотника Бундесфера И Эти фотографии Показывают Масштаб разрушения То есть Следователи Имеют Своё Распоряжение Вот эти Теперь уже Первые вещдоки Значит Протечка Длиной 8 метров Ещё Такой Интересный момент Немцы Почему-то Делают утечку Другого плана Я сейчас не о трубе Я сейчас о том Что Из политических кругов Идёт слив Но почему-то Нету работы Разъяснительной Не с населением Не отвечают на вопросы На запросы депутатов То есть Что происходит Почему шведы Засекретили Почему шведы Засекретили Кто там был первый Кто там подметал Или подчищал Почему шведы Засекретили От немцев И датчан Что происходит Версий Не так много На самом деле Потому что Знаете Преступник Возвращается На место Преступления И В этом Контексте Ну Есть боты Есть вот эти вот Подводные аппараты Ботискафы Которые полностью В автономном режиме А у кого есть технология На этой планете В виде Действительно Подводных ботов И как они запускаются С каких кораблей И Вы будете удивлены Дорогие радиослушатели Но не так много стран Оказывается Имеют действительно Эти технологии Когда робот Который может Разминировать Или робот Который может Заминировать И опять же По обломкам По остаткам Можно судить Что это было Заложенная взрывчатка В размере Там 5 килограмм Или 50 Это тоже уже Начинают сливать Что скорее всего Не 5 килограмм И не 500 И не 50 А 500 килограмм Даже уже это прозвучало Но давайте тоже Очень серьезно И Швеция Когда закрывает Может быть Вода смывает Может там Я не знаю Грунт Как-то Что-то прячет Но вот Кто первый был Он же самый важный Имеет Вичдоки И вот эти Вичдоки Швеция закрыв У меня теперь На вопросах Много к шведам А что у них С ботами Что у них С американскими Ботами А если у них Корабли Которые Вот эти боты Могли погрузить На дно Привезти Как это устанавливается Могли ли Теперь если Водолазы Криминалисты Не смогли Опуститься На 70 метров То могли ли Это делать Другие водолазы Устанавливать Взрывчатку И теперь Точно известно Абсолютно точно Мы это знаем Что Было Северный поток 1 и Северный поток 2 Каждый из них Имеет по 2 нитки Так вот Одна нитка Целая То есть Все еще Можно Поставлять Газ Ну Можно Не знаю Будет ли Не знаю Зачем Много чего Не знаю Но знаю точно Что одна нитка Целая Глава Газпрома Алексей Миллер Если Будет Введен Потолок Цен В ответ Может И не будет Поставляться Газ Ну С потолком Цен Это особая песня Я честно Говорю Я не понимаю Как это может Функционировать Но я правда Не понимаю То есть Вы приходите На заправку На заправке Цена Например Рубль литр Ну допустим Просто так легче Рассуждать А вы говорите Не Я буду только По 50 копеек Покупать Ну и ладно Ну и покупай Иди С Богом Вон там ищи Может есть где-то Другие заправки Но другая заправка Где такая цена Может быть Это наверное Самая ближайшая Точка Иран Ближе не найдешь Так что То что произошло 26 сентября Вот Странные вещи Вокруг этого Происходят И одна из этих Странностей Это Союзники Друг от друга Закрывают Следовательские Полностью Доказательства Происходящего И что там И как там По поводу Несколько сотен Килограмм Знаете Когда сказали Что не меньше 500 Я понимаю Что криминалисты Смотрят Это вода Это не в воздухе Произошло Размер взрыва Как покорежно Куда сместилось То есть Нюансы математически Просчитываются И криминалисты Это Работа В которой Можно кое-что Объяснить Но ведь Сошкрябать же Тоже хочется Что-то А может там Следы чего-то Остались И вот это Что-то Следы остались Вполне возможно Прояснить Например Чей был бот Или Чья была Взрывчатка Или Кто имеет Возможность Это доставить Туда Соответственно Мы возвращаемся К тем кораблям Которые находились Там В это время Из которых Мог бы Отчалить Такой бот И Опять же Возвращаюсь Это пока что Версия Но если Водолазы Не смогли Опуститься Значит Это не боевые Пловцы Устанавливали Значит Все-таки Это другая Технология Вряд ли Такая технология Например Есть у Государства Польша Или у Государства Украина То есть Это должно Быть Действительно Международное Расследование Потому что Теракт И Жертва Не шведы Жертва Не дачане Жертва Абсолютно Одна Это Германская Индустриальная Мощность Которая В принципе Приказала Мне кажется Долго жить Все И Осознание Этого Я помню Когда начиналась Пандемия Что из Китая Товары Вышли И вроде бы Все производство В Германии Работает Да Они идут Две недели Две недели У вас Нету Сбоя В логистике Но Китай Уже Закрыл Порты Поэтому Через две Недели У вас Все Остановится Они Даже Об этом Не подумали Но это Элементарные Вещи В правительстве Немецком Никто Об этом Не подумал Когда Они вдруг Стали осознавать Что через две Недели У них Ничего Не будет У них Паника Была Настоящая Паника И в этом Отношении Опять же Мы можем Просчитать Последствия Санкций Потолка На цен Для всех Стран Евросоюза И Германия Находится В первом Ряду Жертв Португалия Нет Португалии Глубоко Все равно Этот северный Поток Даже Больше Скажу Даже Франции Все равно И Франция Подставляет Плечо Но в виде Чего В виде Продажи Электричества По Рыночной Стоимости То есть Зарабатывают Они Плечо Подставляют И Энергокризис Который Все время Крутился Вокруг Северных Потоков Вокруг Газопотребления Он перерастает Совсем В другую Нишу И тогда Мы снова И снова Будем Возвращаться В социальное Напряжение Тогда мы Снова И снова Будем Возвращаться В Скорее Всего В те Протесты Которые Вылиться На улицы Мы Будем Снова И снова Возвращаться К тому Что Придет Смена Режима И Тогда Снова И снова Будем Возвращаться А кто Женос Враг А кто Женос Друг В Европе Я Считаю Что Самый Большой Наш Враг В Европе Открытым Текстом Это Соединенные Штаты Америки А уж Потом Можно Называть Каких Европейских Лидеров Уже Можно Потом Как-то С ними Разговаривать Или Наоборот Не Разговаривать Екатерина Скажите А мне Не прислали Во сколько Мы заканчиваем Сейчас Этот час У нас Осталось В 57 Минут У нас Осталось 2 минуты У нас Осталось 57 Минут Тогда На 2 минуты Новость Новость Которую Озвучу Значит Евросоюз Все-таки Принял Решение О распределении И Тренировке 12 тысяч Украинских Военных И Все это В рамках Миссии Начинается Эта миссия В ноябре Миссия Европейского Союза Для Украины И 12 тысяч Подготовки Это подготовка Не штыками Работать Не курок Нажимать Это значит Что эти 12 тысяч Украинских Военных Получат То вооружение Которое Сегодня Они не могут Получить И еще Такой нюанс Ирис Т Который немцы Решили поставить На Украину На самом деле Он не находится Даже На вооружении Германии Он не прошел Все проверки Это говорит еще раз О том Что это полигон Все ж таки Так что Представитель ЕС Который тоже Нам слил информацию В Люксембурге Сейчас о том Что начинается Тренировка 12 тысяч Говорит о том Что партии мира В Евросоюзе Все еще Нет И это К их горю Конечно И к нашей Тоже Нерадости С вами был Сергей Владимир Еврозона Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова